В 2 часа ночи в пожарную охрану и милицию сообщили о задымлении и теракте в Арджинькидзовском районе. В 5 часов утра неизвестный автомобиль, сбив девушку в микрорайоне Заречный, скрылся с места происшествия. В половине седьмого на улице Щербакова едва не погиб человек. Через два часа автомобильная катастрофа унесла две человеческие жизни. Курьезное ДТП произошло на улице Луганская. Ночной патруль совместно с противопожарной службой провели очередную новогоднюю акцию. В 2 часа ночи в пожарную охрану было сообщено о задымлении, а в дежурную часть Арджинькидзовского района о теракте по адресу улица Индустрия 57, корпус 2. По словам местных жителей, в подъезде этого дома прозвучал взрыв, а затем разгорелся пожар. Пламя вспыхнуло на третьем этаже у мусоропровода и оказалось настолько сильным, что лестничная клетка выгорела практически полностью. Все это случилось возле квартиры, принадлежащей двум женщинам. Кстати, решетчатая металлическая дверь в жилую секцию, где расположена их квартира, по словам пожарных, была взломана. Я соскочила, подошла к дверям, как бы, ну, как бы, думала, что это люди, и оттуда повалил дым. Выбраться из квартиры, которая моментально заполнилась дымом, оказалось невозможно. Женщины в ожидании пожарных выбрались на балкон. Мы еще позвонили, говорят, что делать, на балкон выскакиваете. И мы выскочили на балкон, и все. Вот в чем, как сказать, босиком. Сходиться не было возможности, да? Нет, дым уже моментально, то есть, как бы сказать... Галину Александровну и Ольгу спасали от огня и дыма при помощи автолестницы. Женщины, которые не успели даже взять с собой теплые вещи, получили временный приют в машине пожарного расчета. Других жильцов удалось эвакуировать по лестницам подъезда. Серьезно пострадал от задымления один человек. Пожилой мужчина крепко спал и отравился продуктами горения. Пожарные вынесли его с четвертого этажа на руках и передали в руки медиков скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего в 14-ю горбольницу. Борьба с огнем и дымом продолжалась в течение часа. Затем доступ к месту возгорания или взрыва получили оперативники Орджоникидзовского РОВД. Как вскоре выяснилось, на лестничной клетке загорелся мусор в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Около пяти утра неизвестный автомобиль, сбив девушку в микрорайоне Заречной, скрылся с места происшествия. 19-летняя Валерия обязана жизнью Алексею. Ранним утром он возвращался из командировки в Пермь и на пути к дому увидел, что на дороге лежит девушка. Да как было, поднимался в гору, увидел, кто-то рукой машет. Восстановился, вызвал скорую, все. Неизвестно, сколько пролежала Валерия на снегу до того, как ее заметил Алексей. В этот час по улице Готвальда движения практически нет. Девушка очень замерзла. Скорее всего, она, кроме травм, получила серьезное переохлаждение. Медики скорой помощи сообщили о наезде в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. Милиционеры не стали поднимать Валерию с дороги, боясь навредить девушке. Они подозревали, что у пострадавшей поврежден позвоночник. Все, что они смогли для нее сделать, это подстелить случайно оказавшийся в машине коврик. Прибывшая на Готвальда бригада скорой помощи установила, что позвоночник Валерии все-таки цел, несмотря на сильные ушибы. Также медики зафиксировали переломы левой руки и левой ноги. Девушка была госпитализирована в 36-ю горбольницу, а Алексей после этого, даже не назвав своей фамилией, уехал домой. Начавшийся поздним вечером снегопад стал одной из причин нескольких дорожно-транспортных происшествий, случившихся минувшей ночью. Так, в половине седьмого на улице Щербакова едва не погиб человек. Небольшой грузовик марки Ниссан Дизель остановился на обочине для ремонта. Водитель грузовика включил аварийный сигнал, но предупреждающий треугольник на проезжую часть не выставил и занялся своей машиной. В это время сзади выскочила «девятка» и, скользнув юзом по выпавшему снегу, врезалась в левый бок грузовика, покалечив водителя. Владелец «девятки» объясняет свою вину тем, что из-за снегопада увидел стоящий на обочине грузовичок в последний момент. Аварийные сигналы Ниссана, по словам виновника ДТП, были залеплены снегом. 20-летний Андрей Попов с разбитой головой и сложным переломом ноги был срочно госпитализирован. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель погиб на месте. Пассажир японской иномарки, который принял на себя удар МАЗа, дожил только до прибытия скорой. Травмы, несовместимые с жизнью, стали причиной того, что он скончался на руках медиков. Приезжала сова, вырезала из автомашины, там видно было, вырезана стойка, а пассажир скорая уже. Трагедия, случившаяся на улице Блюхера, блокировала движение на мосту. Нормализовать его удалось только через три часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний снегопад и скользкая дорога стали причиной нескольких дорожных аварий. Были и довольно курьезные происшествия. Около двух часов дня на улице Луганская столкнулись четыре автомобиля. В колонну выстроились Жигули 9 и 4 моделей, новенький Мерседес и ВАЗ-2106. Возглавил кортеж Иш-Ода, который стал причиной аварии, но не получил при этом никаких повреждений. Водитель Леда собирался поворачивать из левого ряда направо и резко затормозил для того, чтобы пропустить идущую прямо снегоуборочную машину. Я остановился, пережидая его, включил правый поворот. Потом слышал, значит, сзади сначала удар, ну, в какую-то другую машину, а потом слабый удар в меня. В результате происшествия никто из водителей не пострадал, а машины получили незначительные повреждения. За прошедшие сутки на территории области зафиксировано 203 преступления, раскрыто 109. Произошло одно убийство. Сотрудниками милиции задержано 6 преступников, находившихся в розыске. Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет, пострадало 11 человек, в том числе трое детей. За минувшие сутки зафиксировано 15 пожаров. В огне погибло 2 человека, 14 удалось спасти. Информация предоставлена пресс-службами ГУВД, УГПС и Горгибдд. Продолжается предновогодняя акция «Ночного патруля». И сегодня мы вместе с противопожарной службой вышли на улицы нашего города. Сейчас мы находимся у оперного театра. Цель нашей акции – узнать, насколько жители нашего города просвещены в вопросах пожарной безопасности. Пожарные машины Деда Мороза, Снегурочка и съемочная группа «Ночного патруля» вызвали большой интерес со стороны проходящих мимо людей. Однако реакция прохожих на наши вопросы была весьма неоднозначна. Некоторые даже не представляли, что в их доме может произойти пожар. Более того, не все сразу же смогли вспомнить, по какому телефону можно вызвать противопожарную службу. Проводим совместную акцию с противопожарной службой. И сейчас будем задавать каверзные вопросы прохожим нашего города Екатеринбурга. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Денис. Скажите, Денис, в преддверии Нового года вы покупаете разнообразные пиротехнические приспособления? Да. Вы знаете, как безопасно ими пользоваться? Знаю. Каким образом? Зажигать и сразу бросать, а не держать в руках. Однако большинство опрошенных все-таки обладали некоторой информацией и необходимыми средствами для борьбы с огнем. Победители акции «Самые просвещенные в опросах пожарной безопасности» получат замечательные призы от Овсетно-газетной фабрики Екатеринбурга. Расскажите нам, пожалуйста, что такое противопожарная служба? Служба? Ну как? Заботиться, чтобы не было пожаров. А чем еще они занимаются? Как-то прямо врасплох. Обеспечивают безопасность людей. Что еще? Тушат пожары. Если, не дай бог, у вас что-то загорится, что вы сделаете? Конечно, позвоню в пожарную службу. По какому телефону? 0-1. 0-1, правильно. Мы вас поздравляем с Новым годом и желаем всего самого. Спасибо. Вам теленеделя и подарок. А то все-таки попающие вам? Спасибо. Всего доброго. Сегодня совместно с ночным патрулем и городской службой противопожарной безопасности мы провели акцию и по ее итогам вручили отдельные подарки новогодние, которые будут приятны, как и получившим, так же и тем, кто их вручал, то есть нашему коллективу. Кроме того, я хочу поздравить так же всех жителей Свердловской области и города Екатеринбурга с наступающим Новым годом пожелать всего самого лучшего в этом замечательном, как я думаю, году. И, естественно, хотелось бы поздравить так же наших постоянных партнеров, которые на протяжении трех лет уже сотрудничают с соседной газетной фабрикой. Будем надеяться, что подобные акции пойдут на пользу екатеринбуржцам и сделают более просвещенными и подготовленными к пожарам, которые, как правило, случаются неожиданно. Не забывайте, что в случае пожара нужно помнить только один номер – 0-1. Субтитры создавал DimaTorzok